привет народ вы опять находитесь на канале клинчики вот новым вещаем из город решил это штат северная каролина мне короче говоря тут уже написали что у меня слово вот вскакивает очень часто так что постараюсь его заменить на ага короче я тут опять собираюсь поехать в рейс смотрю у меня тут вопросы всякие есть то я думаю что надо все-таки попытаться на них ответить пока я не уехал в рейс а то потом опять уеду пока приеду вот опять это будет не скоро но у меня тут как бы спрашивают какая у меня зарплата когда я уже работаю на траке ну это дело такое индивидуальное могу вам сказать что как бы на старте получается где-то центов 40 или может быть 39 ну это ты когда уже ездишь самостоятельно тогда вот у тебя такая зарплата то есть когда ты уже не студент когда ты можешь ехать самостоятельно дальше если брать какая зарплата так механика на старте то я думаю везде она разна и парки по штатам и по компаниям потому что многие получают хорошо потому что вот у меня тоже знакомый белорус в чикаго живет он говорит у них как механики получают очень хорошо возможно в чикаго жизнь более дорогая и зарплаты там повыше но как бы у нас в карлайне норс карлайне получается что я не знаю очень хорошо непонятно какая сумма вот в той компании где я работал у меня было на старте 12 долларов опять же многие люди вот пишут что я работал в норс карлайне здесь вышли в компании карлайне лоджистика что я хочу по этому поводу сказать я как бы никому не говорил что я работал этой компании или работаю поэтому как бы все это в основном ваши догадки и предположения почему я так не хочу говорить что я работал компании для работаю вот просто мне не хочется озвучивать какие-то названия фирмы там понимаете имена и прочее чтобы не было никаких вопросов расспросов как мне хочется но распространяться вот ну такая у меня общем но фишка как бы тут больших секретов нет просто я не хочу скажем так переходить на личность я тут есть еще вопросики разные вот кстати спрашивают такой вопрос вот когда приезжаешь в штаты как можно быстро сдать на сидел то есть надо ли ждать год чем я не знаю пацаны почему вы решили что надо ждать год может быть других штатах надо ждать и я не знаю но в норс карлайне ты можешь сразу прийти в dmv и сдавать на лайсенс сдавать в ролл тест и нет никаких проблем единственное что у тебя должно быть доказательство твоего резидентства вот но в нашем случае это грин карта ну а если вы только приехали в штаты то грин карту где-то там через месяц только у вас будет получается что вот у вас есть какой-то промежуток выучить тест многие спрашивают можно ли сдать сидел на русском языке ну так вот на обычный вайсенс можно сдать на русском языке тесты на русском языке но на сидел все тесты только на английском здесь у нас в норс карлайне а я смотрел видео по-моему можно сдать где-то на русском да надо только найти я возможно ошибаюсь или в филадельфии по моему говорили вот то есть если как бы вам вы живете например там в калифорнии и вам уже так уже нет английского языка чтобы получить тесты на английском ну то можете слетать в филадельфию но по поводу тестов на русском языке я знаю есть такие претенденты и у меня был живой случай я знаю этого человека вот когда человека чуть не лишили драйвер-лайсенса сидел из-за того что он не знал английского вот только помощь друга как говорится его спасла поэтому вы хорошенько подумайте если решите учить тесты на русском что вы будете делать потом когда вам нужно будет говорить по-английски с полицайом так следующий вопрос так как это не личное сообщение то озвучиваю имена игорь сахаров меня спрашивает он из владивостока живет сейчас в волгограде привет большой волгоград он спрашивает как бы переехать в эшин английский знаю базовый с института и школы ну вопрос такой чтобы вам работать водителем-дальнобойщиком в штатах вам нужно разрешение на работу чтобы можно было сдать на лайсенсе вот а как вам уже иметь разрешение на работу это уже вопрос другой как перебираться в штаты это вопрос третий вот это такие серьезные вопросы но для работы водителем-дальнобойщиком вам нужно иметь легальный статус поэтому вы уж сами думайте как вы его сможете получить на канале на одном из видеоканалов я тоже такой услышал вопрос и знаете какой был ответ как перебраться в штаты такой ответ был просто взять и перебраться а там уже дальше будете цепляться сами как можете и чем можете значит английский базовый с института и школы ну да может быть если бы вы собрались в англию это вам бы помогло но на своем опыте я вам точно скажу что английский наш институтский школьный это в общем-то здесь американский язык английский здесь не особо прокатывает ну и плюс базовый с института и школы это значит ноль ну сори я как бы более конкретно выражаюсь но она на деле это оказывается так когда ты приезжаешь ты можешь сказать только три слова это бессвязно выразить свою мысль или ответить почему ты это не можешь сделать или то это уже и подавно потому что мало знают слова их еще правильно надо по временам говорить плюс слова между собой я сейчас на английский в калыче езжу вот нам учительница объясняет что если ты их плохо связываешь между собой слова там тебя не поймут вот потому мы говорим казалось бы простые слова а нас не понимают но это пол беды еще вам надо еще знать что ответить потому что вам нужно понять как ну с чем к вам обращаются и как она это ответить вот еще понимание очень важно понимать мы ходили до отъезда в штаты на курсы к репетитору платили там сумасшедшие деньги по белорусским меркам вот ну оказалось мы только чуть-чуть походили и хорошо что мы его кинули этого репетитора бросили ходить на него потому что это просто бесполезно так едем дальше ну я буду листать по телефону поэтому если кому-то будет скучно сори тут я уже вам ничего не могу помочь ничем значит некоторые люди спрашивают как со мной можно связаться да очень просто напишите мне личное сообщение на канале youtube можете отправить личное сообщение и все очень просто потому что понимаете и у меня уже skype раздулся до таких размеров что я уже начал потихоньку удалять старых людей с которыми я не общаюсь потому что одного добавил второго добавил третьего добавил меня уже теперь там skype это две страницы вот поэтому sorry конечно не хочется этого больше повторять просто пишите мне личное сообщение а там уже с вами разберемся что дальше делать значит николай питерский написал мне он заметил по моим видео что меня многое не устраивает в сша в плане работы дальше он пишет что может быть у вас уже тоска по родине где не так сложно жить значит на моей родине не сложно жить потом он пишет что по его мнению я нахожусь не на своем месте и это не мое призвание быть водителем дальнобойщиков ну я в общем как бы не понял это просто месседж или вопрос но хотел бы прокомментировать как говорят комментатор спортивный комментатор значит что меня не устраивает в сша в плане работы дело в том что если меня что то не не устраивает я перехожу на другую работу вот и в этом как бы ничего страшного нет хотя местные ребята тут с украиной меня пытались заверить что это очень плохо ты переходишь с одной работы на другую значит на одной работе компания за тебя платит на другой работе и когда страховые компании видят что ты туда сюда ходишь типа это плохо значит что-то там сработаться не можешь или как но потом как оказалось это такая вот наша совдеповская точка мышления а здесь немножко логика другая получается американская логика такая что наоборот если ты ходишь с одного места работа на другое значит ты что-то можешь сделать что-то из себя представляешь то есть ты не боишься уйти с работы в поисках лучшего что-то ты хочешь добиться достичь поэтому ты ищешь другое поэтому это расценивается даже очень нормально ни в коем случае никого не пугает и вот таким образом у меня за лето я уже поменял три компании и мне говорили тебя иншуранс не возьмет к себе компанию откажет страховая компания откажет страховки ну вот как видите пока слава богу не отказала может наоборот если бы я сидел в одной компании десять лет а потом пошел куда-то вот тогда бы наверное она бы мне и отказала так по поводу того что у меня натос наступила тоска по родине где легко жить ну николай питерский я не знаю где там твоя родина но у меня на родине жить непросто и у меня вот родители мы очень часто с ними созваниваемся они хоть и очень за нашу родину болеют из-за нашего президента но но уже как бы я понимаю что им уже тоже становится тяжеловато поэтому ну а для молодых людей всегда в беларуси было тяжело жить и стартовать вот то поэтому я думаю сейчас еще сложнее вот я сейчас общаюсь с людьми которые тоже молодая семья она живет в беларуси они тоже выиграли грин карту вот должны скоро прилететь и как бы вот они мне рассказывают что сейчас такая ситуация когда им просто невозможно заработать на то чтобы купить билеты на самолет потому что зарплата в беларусских рублях в доллар стоит очень дорого получается капец это нереально билет стоит если перевести в беларусскую зарплату то билет стоит нереальный день к примеру билет если будет стоить там я не знаю сейчас недавно смотрел отсюда в Минск где-то 350 долларов сейчас в сентябре вот ну этот дилс был не знаю ну пусть там ну пусть 450 один билет получается ему надо вдвоем 900 долларов и плюс ребенок в общем ладно это самый минимум в край это штука баксов на сегодняшний день на белорусские деньги это наверное 20 миллионов да 20 миллионов а при зарплате средней в 3 миллиона значит надо работать более 6 месяцев вот такая вот такая вот у нас легкая жизнь в Беларуси так значит насчет того что призвание мое дальнобойщиком быть не дальнобойщиком я думаю что наверное как никому лучше знать какое у кого призвание как не самому человеку который хозяин своего призвания поэтому Николай конечно может быть со стороны ты увидел что это не мое призвание но мне как бы со своей стороны виднее что-то свое поэтому это окей так дальше Светлана Гайдук пишет что возможно скоро уже встретимся здесь в штатах значит Светлана привет Украине прилетайте с радостью с вами встретимся вот раньше мне казалось что Америка очень большая страна пока я не стал ездить на траке теперь она мне кажется да и уже и не такая большая америка